Подошло время для хороших новостей. Всем привет в студии Анны Глазуновой и ты смотришь Универньюз. Самые актуальные и интересные новости студенчества смотри в ближайшие минуты. Итак, мы начинаем. Делегации из Японии в гостях у Казанского федерального университета. Что будет с телевидением? Ответ даст Ильша Атаминов. Как привить любовь к точным наукам? Казанский федеральный университет посетила делегации из Японского университета Канадзавы. На встрече обсудили важные вопросы делового сотрудничества. Остальное ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. 23 ноября Казанский федеральный университет встречает делегацию из университета Канадзавы. Университет Канадзавы старейший японский партнер КФУ. Первое соглашение об учебном, научном и культурном сотрудничестве было подписано еще в 1998 году и с тех пор неоднократно продлевалось. Целью встречи – обсуждение дальнейшего развития отношений между университетами. Напомним, что уже к 2019 году обмен студентами должен существенно увеличиться. 100 студентов из Японии будут учиться в Казанском университете. В свою очередь, университет Канадзавы будет принимать у себя 70 казанских студентов. Кроме этого, в декабре запланированы визиты двух делегаций из Японского университета. На предстоящих встречах обсудят стратегии реализации программы обмена студентами. В Казанском федеральном университете организована международная онлайн-конференция «Диалог Запад-Восток. Актуальные проблемы современного образования и педагогики». Как обучают иностранным языкам и какой зарубежный университет принял участие в конференции, смотри в следующем сюжете. 21 ноября состоялась онлайн-конференция «Диалог Запад-Восток. Актуальные проблемы современного образования и педагогики». Конференция посвящена теме преподавания и изучения иностранных языков в современном мире, а также попытке объединить международный опыт в этом вопросе. Участниками стали студенты неязыковых специальностей социогуманитарного профиля Казанского федерального университета. Они обсудили вопросы изучения языков со студентами и преподавателями Иракского университета ИШИК. Онлайн-конференция проходит в рамках проекта «Англоязычная среда КФУ». Для казанских студентов это возможность совершенствования своих языковых навыков и получения опыта работы с зарубежными учеными. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Послушать лекции ведущих ученых, а также побывать на мастер-классах известных практикующих юристов можно в Казанском университете. Юристы различных вузов России и стран ближнего зарубежья собрались на втором научно-практическом конвенте. В императорском зале Казанского университета состоялось открытие второго международного научно-практического конвента «Революция в праве. Прорывные идеи в современном российском праве». Данный конвент приурочен к столетию Октябрьской революции. Наш конвент имеет неограниченные возможности в плане того, что он собирается здесь единомышленников, людей, которые интересуются юридической и наукной практикой. Среди участников конвента студенты и аспиранты со всей России, а также и стран ближнего зарубежья. До 25 ноября в рамках конвента будут организованы лекции ведущих ученых юридического факультета Казанского университета. Мастер-классы известных практикующих юристов, различные круглые столы, а также показательное судебное заседание с участием действующих судей. Запланирована насыщенная культурная программа, включающая в себя различные экскурсии, интеллектуальную игру, что где, когда, а также предметные олимпиады. В Казанском федеральном университете назван как год Лобачевского, и одна из олимпиад, а именно один из ее блоков будет посвящен Лобачевскому. И есть еще одна олимпиада, междисциплинарная по экологическому праву, приуроченная к году экологии в Российской Федерации. Конвент позволяет обменяться взглядами и мнениями по актуальным вопросам правовой действительности, получить ответы на интересующие вопросы юридической науки и практики. Анна Глазнова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. 22 ноября Эль Шатаминов на мастер-классе в Казанском университете развеял мифы о смерти телевидения. По словам мэтра татарстанской тележурналистики, телевидение вступает в новый этап. Оно становится глобальным, универсальным, всеохватным. О чем же еще шла речь на мастер-классе, ты узнаешь в следующем сюжете. 22 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс генерального директора телекомпании ТНВ, члена попечерского совета КФУ Эль Шатаминова. Встреча была приурочена к Всемирному дню телевидению, отмечавшемуся накануне. По словам Эль Шатаминова, телевидение пока еще востребовано. Он привел данные, которые указывают, что с 2012 года время телесмотрения увеличилось на 10 минут. Согласно данным Гэллоп Медиа, в России с 2012 года время телесмотрения увеличилось в целом по России на 10 минут. Первое. Второе. В возрастной группе, как вы сказали, бабушка смотрит, да? 40-50+, 50+, 50 лет и выше, оно увеличилось на 20 минут. Среднее время. В возрастной группе 25+, оно уменьшилось на 40 минут. Можно заметить, что телевидение начинает заменять YouTube, который сегодня стал огромным телеканалом, где на аутсорсинге работают миллионы пользователей, которые размещают свое видео. Любой может там зарегистрироваться и открыть свой канал. Началась конкуренция контентов. Как только любой пользователь того же YouTube или другого канала, который сегодня есть, выходит на этап выше тысячи просмотров или тысячи подписчиков, он начинает думать о чем, как это сделать профессионально. Стоит сказать, что у телевидения сейчас рассвет визуальных эффектов, число которых ежедневно увеличивается в геометрической прогрессии. Телевидение будущего – это 3D-инсталляции в реальном времени на экране, технологические изменения самих съемок, использование спецэффектов. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Люди, которые добиваются блестящих результатов в точных областях науки, таких как физика, зачастую делают это в молодом возрасте. Но вот вопрос, как же правильно мотивировать молодое поколение к изучению сложнейших наук? Ответ узнаешь в следующем сюжете. Пожалуй, многие могут заметить, что у современных школьников значительно снижен интерес к познанию окружающего мира. К тому же мало найдется среди учителей те, кто способен превратить скучный параграф в интересный урок. Так и получается, что ученики на уроке просто решают задачи, настраивая себя на сдачу ЕГЭ. О какой мотивации может идти речь? А ведь задача учителя – возбудить интерес к науке. Помочь в этом учителю и решили университетские физики, профессор Казанского федерального Александр Фишман и доцент Андрей Скворцов. Они разработали новую креативную методику с широким и разноплановым использованием мультимедийных технологий. «Необходимость создания такого курса появилась в связи с тем, что современному школьнику, бывшему школьнику, студенту первых-вторых курсов, ему очень трудно перестроиться на новый стиль обучения, когда очень много литературы, и эта литература достаточно сложным языком написана». «В настоящее время мы в такой ситуации, как наши далекие предки, когда они только учились писать. Вот писать за несколько тысяч лет люди научились, а передавать информацию с помощью компьютера – нет. Все люди, которые сейчас этим занимаются, они учились по книжкам». Из цифрового пособия университетских физиков становится предельно понятно, почему не бывает случайных открытий. Их способны совершить только подготовленные умы. Суть в том, что многие видят, как вокруг нас что-то случается, но не могут объяснить, почему это происходит, а часто и не задумываются над тем, что увидели. К примеру, вспомним известнейшее открытие Ньютоном «Закона всемирного тяготения». Яблоко падает уже на протяжении многих тысяч лет. Столько голов пострадали от этого. И только один ум пришел к выводу, что это проявление неких закономерностей. Опытные лекторы и экспериментаторы КФУ с удовольствием открывают и вводят нас в увлекательный мир современной физики, рассказывая, какие неожиданные практические применения находят последние научные открытия. Фундаментальные знания, которые получит студент, помогут ему в практической деятельности практически в любой области, в которой он будет работать. Теперь я на полном серьезе задумываюсь, а не поступит ли мне в Институт физики. Всего лишь за несколько минут ученые КФУ заинтересовали меня, человека, знакомого с физикой, всего лишь на уровне школьной программы. Но, как утверждают сами ученые, физика – это прежде всего любопытство и стремление познавать новое. Подготовленные профессорами видеолекции богаты иллюстрированными демонстрационными экспериментами и анимационными моделями, интересными видеозадачами. Все это не только даст ответы на многие загадки природы, но он наверняка будет способствовать повышению интереса студентов и школьников к изучению физики. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Желаю вам только добрых и светлых новостей. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok